Всем привет, вы на канале СуперКит. Решил как-то купить себе автономное устройство. Первое, о чем подумал, телефон с очень емким аккумулятором. Я думаю, многим известны подобные телефоны, а особенно известны телефоны под брендом Oukitel, который как раз и известен тем, что выпускает телефоны с аккумуляторами огромной емкости. Особенно мне приглянулся телефон с аккумулятором 12500 мАч. Но еще на стадии этого выбора не решился из-за маленького экрана. Логично, что следующим шагом было подумать про планшет. Очень долго я смотрел на планшет с аккумулятором 20000 мАч. Вариант рассматривался как для работы прежде всего. Сразу не решился, и как показала ситуация дальше, это хорошо, что не решился. Потому что делом случая отыскал модель ноутбука, зарядное устройство которого выдает 12 вольт. Именно это почти сразу привело к принятию решения о его покупке. Конечно, данный ноутбук это явно не претендент на чемпионство в производительности. Здесь двухъядерный Intel Celeron N4020 с частотой до 2,8 ГГц. Это процессор восьмого поколения. Два ядра, да еще и Celeron. Кому-то может показаться, что такой проц не может даже современную винду загрузить. И я не буду пытаться доказать, что это очень сильный процессор, оправдывая покупку. Но набор различных современных алгоритмов процессора, да и вообще характеристик этого ноута, создает весьма интересное преимущество над многими другими моделями. Об этом я и хочу рассказать. Поскольку данный ноут имеет и другие характеристики, я их озвучу также. Азу 8 ГБ DDR4. Роль накопителя здесь за таким видом, как EMMC, объемом 128 ГБ. Веб-камера 2 Мегапикселя, диагональ экрана 14,1 дюйма. Разрешение экрана 1920х1080. Сам экран IPS. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч при его напряжении 7,4 В. В Ваттах эта величина составляет 37 Вт в час. Блютуз версии 5.1. Вайфай работает как на частоте 2.4, так и на частоте 5 ГГц. Вес ноутбука 1,34 кг. Из разъемов есть порт USB 3.0, USB 2.0, mini HDMI, разъем под карту памяти microSD и 3,5 мм совмещенный с выходом под микрофон миниджек. Для ценника за ноутбук в 8800 грн это характеристики более чем неплохие. Кроме перечисленного, можно добавить, что в ноуте есть отсек под 2,5 дюймовый накопитель. Правда с ограничением по толщине в 7 мм. Это для тех, кому установленных 128 гигабайт будет мало. Я собираюсь использовать данный ноут в некоторых случаях, поэтому добавлять памяти сюда не планирую. Продается такая модель как с уже предустановленной Windows, так и с Linux. Последний стоит на 1000 грн дешевле. Его я и купил. Сначала думал, что им и буду пользоваться, ведь не так уж много возлагалось на данный девайс. Но после покупки и включения вспомнил, какое это унылое гея и установил и сюда винду, которая, к слову, легко устанавливается на ту самую встроенную память EMMC вместо предустановленного Linux. Итак, почему же именно этот ноутбук? Потому что главное, что есть в ноуте для меня, это автономность. А именно с нею здесь все хорошо. А то, что мне вообще нужно от компа, в принципе, это в большинстве случаев YouTube, разный интернетный серф, ну и еще немного мессенджеры. Да, можно сказать, что мои задачи не особо требовательные, но, если честно, мне кажется так у большинства. Я не знаю, что можно делать за компьютером еще и играть. У меня этот период давно прошел. Поэтому мне подойдет весьма простое железо. В этом ноутбуке достаточно холодный маломощный процессор, который позволяет экономить не только на собственном потреблении напрямую, а и косвенно. За счет небольшого выделения тепла в 6 Вт процессором, в данном ноутбуке пассивная система охлаждения, которая, кроме важной тишины, а тишина это действительно важный фактор, добавляет еще пару действий. Одно из них это отсутствие тяги пыли вовнутрь ноута, что даже со временем не будет приводить к его перегреву. Единственные отверстия в нижней и боковой частях – это отверстия под динамики. Такой ноут можно смело оставить даже на одеяло или расстеленную кровать. Он точно не умрет от перегрева. А вентиляторы не натянут пыль. Ну и второй плюс отсутствия вентилятора – это экономия заряда аккумулятора. Посудите сами, за несколько часов беспрерывной работы ноутбука вентилятор совершенно точно потребит несколько Вт энергии. Вот в инете я нашел фотки обычных вентиляторов из систем охлаждения ноутбука. Их параметры 5 В и 0,5 А, что означает, что их потребление 2,5 Вт. Допустим, что вентилятор не работает все время на 100%, но даже при 50% работы он потребит более 3,5 Вт за 3 часа работы ноута. А это 10% емкости, встроенного в ноут аккумулятора. Разве это не важно в автономном устройстве? Но и это еще не все. Вспоминая, что я говорил в начале, то что блок питания выдает 12 Вольт, я заинтересовался возможностью зарядки этого ноутбука в критических условиях. То есть от подручных автономных зарядных устройств. А именно от Powerbank. Погуглив вопрос, попал на сайт 4PDA и увидел, что такой ноут можно заряжать от обычных преобразователей из 5 Вольт. Тут скажу, что многие ноуты, сейчас у которых есть Type-C, как правило, но не всегда, также можно и заряжать через имеющийся такой порт. Но все эти ноутбуки имеют напряжение зарядного устройства 19 Вольт. Конечно, есть Powerbank, который может выдать с помощью опции Power Delivery и 19 Вольт. Вот только цена такого зарядного устройства сразу становится выше в разы, чем те, у которых потолок напряжения 12 Вольт. То есть, либо нужно дофига иметь денег и решить вопрос именно покупкой всего, что нужно, либо искать альтернативу, возможно даже с потерей некоторых возможностей, но с существенным уменьшением цены, либо просто отказаться от такой идеи вообще. Я решил найти альтернативу и нашел ее. Для этого всего я приобрел преобразователь, который из USB 5 Вольт может выдать 12 Вольт. Конкретно тот, который я купил, может выдать еще и 9 Вольт. Такой часто используют для подключения роутера от Powerbank. Но, к сожалению, он не оправдал себя в моем случае. Ноут начинает вроде бы заряжаться, но тут же прекращает. Попутно с этим преобразователем, который реально делает из любых 5 Вольт 9, либо 12 Вольт, я приобрел адаптер с нужным штекером, который есть у моего зарядного устройства, и разъемом Type-C. Данный адаптер имеет контроллер, который сам не конвертирует напряжение. Он лишь эмулирует запрос на конкретное напряжение по той самой опции Power Delivery. В моем случае он запрашивает у Powerbank 12 Вольт. Такое напряжение могут выдать почти все современные переносные накопители энергии, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Но и тут оказалось не до конца гладко, хотя в целом результат я получил. Правда, ожидал, что ноут будет работать от Powerbank, чтобы не ждать его зарядки. Но, увы, очевидно, что не хватает тока для этого, и ноутбук заряжается лишь в выключенном состоянии. Ну, хоть так. Почему я решил, что не хватает тока? Потому что от зарядного устройства ноутбука можно получить больше 1 или 1,5 А, которые доступны от моих преобразователей и Powerbank. Еще один немаловажный момент – это то, что зарядка идет только если провод подключен в Powerbank именно в разъем Type-C. Хотя опцию по быстрой зарядке у моих Powerbank поддерживает хотя бы один обычный порт USB-A. Однако, подключение всей этой схемы в обычный разъем USB ни к чему не приводит. Зарядка не происходит. Кстати говоря, как можно было видеть, через штекеры-переходники Powerbank выдавал 12 Вольт. Но я решил подключить эти штекеры не к Powerbank, а к зарядному устройству от своего смартфона. И с одного такого переходника вылезло напряжение 9 Вольт, а с другого 20 Вольт. Мне не хочется проверять, но почему-то кажется, что так можно спалить контроллер заряда в ноутбуке. Так что, если будете химичить мутные схемы, обязательно сначала проверяйте, что подключаете по итогу. Подобные адаптеры с эмуляцией режима быстрой зарядки существуют под разные напряжения и с разными штекерами под любую модель ноута. Но главное не только это, а и то, где ваше устройство питания возьмет нужное напряжение. Если Powerbank не умеет выдавать 19 Вольт, то нужного напряжения не будет. Аналогией является мой старый Powerbank, у которого только 5 Вольт на выходе. Если к такому подключить подобные штекероадаптеры, то на выходе все равно будет только 5 Вольт. Касательно возможностей данного ноутбука, установленный сюда процессор способен легко воспроизводить 4К. Экран, конечно же, этого не покажет, ведь он лишь 1920 на 1080. Но для такой цены имеющееся разрешение просто подарок. Поверьте, при таком бюджете до сих пор можно встретить какие-нибудь 1366 на 768. И не IPS, как в этой модели. С помощью выхода mini HDMI можно подключить внешний экран, хоть телевизор, хоть монитор, и смотреть видео в 4К. Я приобрел для этой перспективной цели адаптер из mini HDMI, через который можно вывести изображение. А дальше обычный кабель со штекерами HDMI с обеих сторон провода. Вполне реально и полазить по страницам на просторах интернета. Этот ноут будет выполнять роль рабочей лошадки. Возможно, в будущем я придумаю что-то более лучшее для автономной работы. Но за данную стоимость мне такой вариант вполне показался разумным. Хотя, если честно, то уже придумал. Это обычный источник бесперебойного питания. Ну или, если позволяет бюджет, то зарядные станции. Хотя они не так удобны, так как работают в сквозном режиме в усеченном виде. Но их вес, малые размеры, огромное количество разных портов добавляют им свои прелести. Я уже купил бесперебойник с чистой синусоидой и аккумулятором в 150 Ач. В инструкции указано, что при работе подключенных устройств с общей нагрузкой 100 Вт, система может проработать 12,5 часов. Мой комп потребляет даже меньше 100 Вт. Однако, вес аккумулятора, который дает такую автономность, всего лишь 45 кг. Совершенно недавно протестировали с другом, сколько может отработать телевизор. По-моему, 43 дюйма от обычного бесперебойника для компа с двумя встроенными аккумуляторами 7 Ач. Получилось 2 часа и 50 минут. И вроде бы математические расчеты это показывали мне и раньше, но не верилось. Бесперебойник такой весь весит около 10 кг и стоит порядка 3500 гривен. Подобный, кстати, я тоже себе купил два аккумулятора по 9 Ач. Бюджетные варианты, без чистой синусоиды, но она далеко не всем устройствам и нужна. Блок питания моего компа при отсутствии синусоиды издает странный звук, я не хочу его эксплуатировать в таком режиме. Но монитор, телевизор, ноутбук, зарядки под мобильные устройства, такое переживают легче. А про то, что настольная лампа мощностью 3 Вт будет гореть более суток от подобного устройства, вообще молчу. Это так, было небольшое отступление об автономной работе от источников бесперебойного питания. Да, я не получил полностью то, чего хотел бы в идеале. Но и полученный результат не самый худший, ведь полностью заряженный ноутбук точно должен проработать 5 часов от собственного аккумулятора. А за это время можно многое успеть сделать. И пока решать другие вопросы, то ноутбук может успеть зарядиться от внешнего аккумулятора. Если отбросить мой запрос по автономности, можно найти еще более дешевые варианты ноутбуков на Алике, которые к тому же будут иметь даже более классные характеристики того, что купил я. Но я не хочу покупать там, потому что 250 долларов для меня это уже дофига, чтобы покупать в Китае. Тем более у них там на клавиатуре только английский язык, что мне не подходит. Клеить-то клейки с буквами, либо использовать накладки я тоже не хочу. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова